КОЛОКОЛ Выстроены еще при Алексеи Михайловиче узорчатой, многоглавой и в столбах, и что теперь. Только что минула святая неделя, и на точных березках в палисаднике Тушаровского дома уже трепещут новорожденные зелененькие листочки. Яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи в нашу классную комнату. А у меня в моей маленькой комнатке налево, куда Тушар отвел меня еще год назад от братских и сенаторских детей, сидит гостья. Да, у меня безродного вдруг очутилась гостья в первый раз с того времени, как я у Тушара. Я тот час узнал эту гостью, как только она вошла. Это была мама. Хотя с того времени, как она меня причащала в деревенском храме, а голубок прилетел через купол, я не видала уж ее ни разу. Мы сидели вдвоем, и я странно к ней приглядывался. Потом, уже спустя много лет, я узнал, что она тогда прибыла в Москву на свои жалкие средства. Самовольно, почти украдкой, от тех, которым поручено было тогда одни попечень. И это единственное, чтоб со мной повидаться. Странно было и то, что, войдя и поговорив с Тушаром, она ни слова не сказала мне самому, что она моя мать. Она сидела под ним меня, и помню, я даже удивлялся, что она мало так говорила. С ней был узелок, и она развязала его. В нем оказалось есть апельсинов, несколько пряников и два обыкновенных французских хлеба. Я обиделся на французские хлебы. И с ущемлением, видом, ответил, что здесь у нас пища очень хорошая, И нам каждый день дают к чаю по целой французской булке. Все равно, голубчик, я ведь так по простоте подумала. Может, их там в школе-то худо кормят. Не взыщи, родной, и Антонине Васильевне жене Тушара обидно станет. Товарищи тоже будут надо мной смеяться. Не примешь, что ли? Может, и скушаешь? Пожалуй, оставьте. А к гостинцам я даже не притронулся. Апельсины и пряники лежали передо мной на столике. А я сидел, потупил глаза, но с большим видом собственного достоинства. Кто знает, может быть, мне очень хотелось тоже не скрыть от нее, Что визит ее меня даже перед товарищами стыдит. Хоть капельку показать ей это, чтобы поняла. Ведь, дескать, ты меня срамишь, и даже сама не понимаешь того. О, я уже тогда бегал со щеткой за Тушаром, Смахивать с него пылинки. Представлял я тоже себе, Сколько перенесу я от мальчишек на смешек. Только что она уйдет, а может, и от самого Тушара. И ни малейшего доброго чувства не было к ней в моем сердце. Искоса только я оглядывал ее темненькое, саленькое платьице. Довольно грубые, почти рабочие руки. Совсем он грубый, ее башмаки и сильно похудевшее лицо. Морщины уже прорезывались у нее на лбу. Хотя Антонина Васильевна и сказала мне потом, Вечером, по ее уходе, Должно быть ваша маманка, Когда-то была очень недурна собой.